Коммунальная авария в Дзержинске поставила под угрозу детское воспитание. В поселке Горбатовка двухнедельная засуха. Из-за аварии многоквартирные дома лишились водоснабжения. Более того, единственный местный детский сад тоже остался без воды. И руководству пришлось закрыть его на неопределенный срок. В поселке было налажено временное водоснабжение. Вот две этих стоят, два бака. Представляете мне, с двумя ведрами тащиться на второй этаж. Потому что спина болит, таскать тоже воду не натаскаешься. Тяжело, очень тяжело, конечно. У нас есть вода, в ванну выливаю воду. В ванну запасаемся немножко воды. Вот целая куча стирки накопилась. Вот накопим, вот уже возим, потом к знакомой дочке возит. Две внучки со мной живут. Вот этого нам хватает. Вы знаете, этого хватит, чтобы один раз в посуду помыть и в туалет один раз спустить. Все. Это вовсе ни на что. Только ванну новую поставили, а воспользоваться ей не успели. Воды, скажу, у нас не стало. Приходится подручными средствами укручиваться. Но дедушка вообще человек изоградательный. Когда он узнал, что воды нет, повесил нам бутылку на веревке. Еще в прошлом году. А мы ее, ладно, сохранили. В этом году и не знали, что пригодится его конструкции. Называется самодельный кран. По-моему, сколько надо, закрутил обратно. Потому что в кране вообще никакого воды нет. Детский садик с этим как бы закрыт. Вот у нас воспитатель детского садика, который сидит без работы. Авария, сказали, у нас произошла. И не знаем даже где. Подъезжал водоканал позавчера. Сказали, не знаем, когда включат. Кто, говорит, в сентябре, кто полгода, кто вообще закрылись. В общем, все в шоке, все родители, мы сами. Посмотрите, вот сколько у нас детей. Меньшая часть детей, то, что находится в нашем доме. Садик не работает. Когда откроется, не знаем, и все дети сидят у нас дома. И у соседей, у всех подъездов. Соответственно, приходится отпрашиваться с работы. Кого отпускают, кого нет. Сидят знакомые, кто-то с бабушками, кто-то с дедушками. Недавно бабушки съездили, вернулись. И куда теперь, пока не знаем. Многие родители с работы уволились, так как детей водить некуда, оставлять детей не с кем. Это нехорошо, так, отношение к детям. Ладно, взрослые, дети страдают. Дети страдают. Они хоть бы конкретно сказали, такого-то числа начнутся работать. Никакого конкретного ответа нет. В управлении ЖКХ Дзержинской администрации заявили, что причина отсутствия воды очень серьезная. Авария на городском водопроводе. Причем привычным ремонтом ее не устранить. Работы предстоят серьезные. Авария произошла в очень неприглядном месте, в болотистой местности. Работа довольно сложная, но с сегодняшнего дня начаты работы по монтажу временной линии, пока временной линии. Думаю, что в течение двух дней эта временная линия будет задействована и поставка воды на дом и детский садик обеспечена. Кстати, в администрации заявили, что временный водопровод наладят в кратчайшие сроки. Сейчас вода у жителей уже появилась. Субтитры создавал DimaTorzok